С экранов и страниц федеральных СМИ чиновники и журналисты начали убеждать нас, что повышение пенсионного возраста нужно не только стране, но и самим гражданам, что позже уходить на пенсию полезно не только для здоровья, но и для кошелька россиян. А вот что думают россияне об этом, накануне ТВ обратилась к представителям некоторых профессий. Сопредседатель межрегионального профсоюза учитель, преподаватель истории и общества знания Андрей Демидов уверен, большинство педагогов продолжают работать на пенсии не из-за любви к детям и профессии. Элементарно не хватает средств сводить концы с концами. Повышение пенсионного возраста отнимет и здоровье, и надежду на достойную старость по выслуге лет. Я убежден, и опросы показывают, что основная часть работающих пенсионеров в системе образования работает потому, что только два источника дохода, пенсия и зарплата, им позволяют сводить концы с концами. Что произойдет, если пенсионный возраст будет повыше? Окажется, что люди потеряют такую возможность иметь два источника дохода. Какие-то с этим смирятся, какие-то с этим не смирятся, и школы уйдут. При нынешнем уровне дохода, который обеспечивается работой в школе, я думаю, что восполнить дефицит кадров за счет привлечения молодых выпускников пединститутов государству не удастся. Соответственно, видимо, будет просто увеличение нагрузки на оставшихся педагогов. То, что сейчас уже происходит, прямым следствием вот такой ситуации будет то, что педагоги будут больше болеть и выгорать, то есть для них будет ущерб. И будет, конечно, самое главное, ущерб и для образования в целом, потому что вот есть очень четкая зависимость при увеличении нагрузки на учителя прямо пропорционально падает в качестве преподавания. Мне кажется, большим лукавством, иногда правительство говорит, что не будет увеличивать стаж, который требуется для получения пенсии по выслуге, потому что, допустим, вы выработали, свои 25 лет, ну и что? То есть пенсию вам оформлять нельзя. Вы продолжаете работать. По сути, это и будет означать увеличение требуемого стажа, ну, по факту, потому что к тому времени, когда вам позволят эту пенсию оформить, у вас стаж будет составлять 25 плюс 8. Ситуация удорочает. Понятно, что решение крайне непопулярное, там, по всем опросам 8% так или иначе за, непонятно, какие мотивы, но вот. А 92% они не за. Люди оценивают свои перспективы в новой системе. И еще, наверное, важный аспект, что они понимают, что жертва оправдана, когда жертвуют все члены общества. Когда совокупность состояния российских миллиардеров как бы увеличивается каждый год, а пенсионеры будущие должны затянуть пояса, ну, плохо это воспринимается. Преподавателей вузов постигнет та же участь, что и учителей, уверен Дмитрий Трынов, сопредседатель Центрального совета межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность», председатель правкома «Урфу». А вот работники физического труда вообще не доживут до пенсии в 65 лет. Об этом накануне ТВ рассказал Андрей Коптяев, старший мастер бетонно-смесительного цеха завода «Тюменская домостроительная компания». Я работаю в строительном отрасли, на производстве, и я уверен, что мы просто не будем доживать до той пенсии. До 60 лет у нас люди просто не доживали. 50 лет уже, ну, человек, работающий руками, он уже становится недееспособным. Его просто стараются перевести на какие-то бреди, выбирать работу, там, в охрану и дальше. Поэтому производство будет страдать, они до 60 лет еле-еле зарабатывают, все мечтают о том, как бы выйти на пенсию и отдохнуть. А здесь еще 5 лет работают. Это мало не популярно, это дежать только народу. Пенсионер, заместитель председателя Свердловского отделения «Движение в защиту человека труда», председатель объединения «Урал-Азбест» Андрей Холзаков уверен, что условия для повышения пенсионного возраста сегодня не созданы вообще. Я занимаюсь пенсионной работы, поэтому в союзах по повышению пенсионного возраста высказано уже неоднократно. Мы против этого, так как считаем, что на сегодняшний день это не актуально. И все заявления о том, что средств пенсионного фонда не хватает, а есть экономисты, которые четко рассчитали. Это не тот аргумент, чтобы возить людям в России разговор о повышении пенсионного возраста. В России для начала нужно так поставить систему здравоохранения и социального обеспечения пенсионеров, чтобы люди понимали, что это в принципе очень благоприятная и нормальная ситуация. Юрист, член общественной палаты России Людмила Виноградова, отмечает, что во власти уж если делают не навред, то уж точно не додумывают. Им как будто стыдно, что Россия все еще не подняла пенсионный возраст. Я до 60 уже осознаю, что до 63 это очень сложно работать, какая бы эта профессия ни была. На мой взгляд, безусловно, это будет однозначно сокращение жизни, потому что все взаимосвязано. Некачественная медицина, непредоставление услуг своевременных. Я не могу попасть к узким специалистам по месту жительства. Меня удивляет другое, что вот таким способом ищутся средства. Ведь главная причина – это изыскание средств для того, чтобы выплачивать пенсию неработающим пенсионерам и вообще находить где-то финансы. У нас колоссальные запасы. За счет службы судебных приставов мы можем изыскать финансы. Огромное количество неисполненных исполнительных производств, где за счет штрафов и госпошлины мы могли бы на миллиарды пополнить бюджет. То же самое происходит в полиции. Я не могу сказать, что это делается умышленно и во вред, но такое чувство, что просто кто-то недодумывает. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение»